Всем привет! Теперь, когда готова базовая часть, можно приступить к обработке самих уведомлений. Тип уведомления всегда находится в поле Notification Type. По нему можно определить, что именно нужно сделать дальше. Сейчас делаем простой роутер, который будет передавать уведомления в свой хендлер. В нашем случае это будет простой свитч-кейс по полю. Не забываем предусмотреть вариант, когда нам придет уведомление неизвестного типа. Напомню, разовые оплаты удобно использовать, чтобы дать пользователю конкретную плюшку. Например, пачку кристаллов, волшебный щит или, как в нашем случае, отключение рекламы навсегда. Что нужно сделать? В миниапе на фронтенде вызвать метод бриджа ShowOrderBox. На бэкэнде вернуть информацию о товаре. Затем выдать пользователю товар и подтвердить выдачу бэкэнду ВКонтакте. Допустим, наш товар называется NoAtsForever. Тогда код будет выглядеть вот так. Фронтенд. Максимально просто. Передали в бридж идентификатор товара и описали два хендлера для успешного и неуспешного завершения продажи. Бэкэнд. Тут несколько сложнее. Сначала необходимо вернуть информацию для пользователя. В поле Item будет храниться идентификатор товара, который был передан в бридж. Удобнее всего хранить информацию о товарах в базе данных, но для наглядности мы пока зашьем все прямо в код через простой свитчкейс. Возвращаем идентификатор, его человеческое название, которое будет отображено пользователю, ссылку на картинку и обязательно стоимость. Не забываем ответить ошибкой, если из бриджа придет неизвестный тип товара. А по-хорошему необходимо дополнительно проверять, можно ли вообще продавать этот товар этому пользователю. После успешной оплаты к нам придет следующее уведомление. Теперь необходимо выдать товар и подтвердить это в ответе для бэкэнда ВКонтакте. Для такого уведомления в поле Статус может быть только одно значение – Chargable. Логика выдачи товара может быть любая. Например, не просто проставить флаг, а еще записать какую-нибудь аналитику по пользователю, товарам и т.д. И опять же, не забываем вернуть ошибку в случае проблем. В разовых продажах возможно задать размер скидки, чтобы дополнительно стимулировать человека на покупку. Вариантов, когда можно предложить скидку, масса. Активность пользователю. Даем скидку, если у пользователя была подписка. Не активность пользователя, если он давно не пользовался нашим сервисом и мы пытаемся завлечь его. День рождения. Акции вида осталось x-паков и успей купить по скидке. Любая праздничная дата. Да и просто потому, что сумма цифр в ID-юзера равна 42. Чтобы отобразить скидку, необходимо передать параметр дисконт и не забыть провалидировать его при получении уведомления. Для примера, дадим скидку на отключение рекламы, если услуга приобретена на майские праздники. Так как люди отдыхают, активно пользуются приложением и больше шансов, что кто-то приобретет наше отключение рекламы. После формирования основного ответа, если срабатывают условия, добавляем поле скидки. Все остальное возьмет на себя бридж. Второй вариант продаж за голоса – подписки. Они удобны, когда услугу или некоторые функции предоставляют пользователю регулярно, например, вип-статус в игре, который гарантирует повышенные награды, или временное отключение рекламы. Заданной периодичностью ВКонтакте будет списывать голоса с баланса пользователя и переводить их на баланс миниапа. Если у пользователя окажется недостаточно голосов, ВКонтакте попытается купить их с привязанной карты. А если ее нет, заблаговременно предупредит пользователя, что ее надо добавить, иначе подписка не продлится. Если голоса все-таки не получится купить, подписка отменится, а на бэкэнд игры будет отправлено соответствующее уведомление. Продажа подписок работает аналогично продаже товаров, но имеет свои особенности. Как и для товаров, необходимо в миниапе на фронтенде вызвать метод бриджа «Show Subscription Box», на бэкэнде вернуть информацию о подписке и обработать уведомления об изменении статуса в подписке, о создании, об отмене и о восстановлении. Допустим, подписка будет называться Subscription No Ads Weekly. Фронтенд. Также просто. Передали в бридж идентификатор товара и описали два хендлера для успешного и неуспешного завершения продажи. Бэкэнд. Опять несколько сложнее. Аналогично проверяем идентификатор подписки. Здесь через свитчкейс в реальном проекте лучше доставать из базы данных. И возвращаем ответ. В информации о подписке есть несколько дополнительных полей, которых не было у товаров. Период. Как часто будут списываться голоса с баланса пользователя. Допустимые значения 7,30 и 90 дней. It Real Duration. Бесплатный период. Опциональное поле. Допустимые значения 3,7 и 30 дней. После покупки на бэкэнд-мини приложение придет уведомление об изменении статуса подписки. Здесь важно, что в поле статус может быть три различных значения, от которых зависит дальнейшая логика обработки. Chargable. Подписка готова к оплате. Необходимо проверить полученные данные, выдать ее пользователю и подтвердить ВКонтакте выдачу. Здесь все аналогично разовым покупкам. Active. Подписка активна. Это уведомление будет отправлено через некоторое время после успешного оформления на стороне ВКонтакте. Cancel it. Подписка была отменена. При этом важно помнить, что уведомление приходит только при смене статуса подписки. Если подошел срок оплаты, то голоса просто списывается с баланса пользователя без дополнительных уведомлений. Подписку может отменить сам пользователь в настройках ВКонтакте. В этом случае на бэкэнд игры придет уведомление с параметры статус актив и канцеллоризн не равным unknown. Это значит, что подписка все еще активна до конца оплаченного периода, но продлеваться дальше не будет. Канцеллоризн сообщает, по какой причине была отменена подписка. User Decision. Подписка отменена по инициативе пользователя. В этом случае можно ненавязчиво попробовать вернуть пользователя, например, предложив ему скидку на полное отключение рекламы. App Decision. Подписка отменена по инициативе приложения через API. Payment Fail. Ошибка оплаты. Unknown. Отмена по любой другой причине, либо подписка была возобновлена. Однако пока подписка все еще активна, пользователь может возобновить ее, не затрачивая голоса. В этом случае придет уведомление статус Active и канцеллоризн unknown. Также подписка автоматически отменяется при бане приложения или пользователя. Отмену продления и возобновления подписки возможно вызвать и из приложения, через тот же метод бриджа, но с другими параметрами. Для возобновления подписки передавать в параметр Action значение Resume. Для отмены автопродления передать в параметр Action значение Cancel. И вот мы научились принимать оплаты за товары и за подписки, а дальше вы ограничены только своей фантазией.